ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЕНОМА Всего их у нас 50-75 триллионов штук в нашем организме. Что самое удивительное, это то, что внутри практически каждой клетки нашего тела находится уникальная для каждого человека молекула ДНК, которая на самом деле настолько большая и настолько плотно укомплектована в ядро, что если ее растянуть, получится нить длиной около двух метров. Теперь о том, что мы уже сегодня можем сделать с нашим генетическим кодом. И первое и самое простое, что может сделать любой находящийся в зале, мы можем частично расшифровать геном. И вот я говорю самое простое, но на самом деле, например, еще лет 5 назад, это казалось чем-то из области научной фантастики. Сегодня, имея 200 долларов, вы получаете на почту пустую пробирку, в которую необходимо плюнуть и отправить ее обратно в лабораторию. Там из вашей слюны выделят ту самую молекулу ДНК и расшифруют примерно 0,03% из вашего генома. Благодаря этому вам расскажут о себе, вы услышите довольно многого нового о себе самом. Ну, прежде всего, узнаете о вашей предрасположенности к болезням. Вы узнаете, откуда произошли ваши родственники. Ну и множество просто таких личных характеристик вашего организма, как, например, его способность усваивать алкоголь в пятницу вечером. Вот, к примеру. Понятно, что просмотреть геном человека полностью было бы интереснее и, наверное, полезнее. Но этого не делалось. Единственная причина почему заключалась в цене. Вот, несмотря на то, что цена на расшифровку полного генома за последние 8 лет упала с 3 миллиардов долларов до 10 тысяч, тем не менее 10 тысяч долларов – это не то, что, ну вот, большинство из нас может себе позволить за такую услугу. И совсем недавно компания Life Technologies объявила о выпуске секренатора нового типа, который позволяет целиком расшифровать человеческий геном всего за тысячу долларов. И всего за день. Это невероятно. Вот еще совсем недавно мир только жил в ожидании, когда же это событие наступит, называя его камнем преткновения в развитии генетики вообще в мире. И вот оно случилось. Совершенно неожиданно. Параллельно с развитием технологий расшифровки генома возникает широкий спектр, где можно применить результаты исследования человеческого ДНК. И вот с довольно остроумной мыслью на рынок вышла швейцарская компания GenPartner. Они сказали простую идею. А давайте подбирать человеку пару, основываясь на его генетическом коде. И вот вся работа компании основывается на довольно известном эксперименте, когда несколько сотен мужчин и женщин попросили принять участие в опыте. И всем мужчинам раздали каждому свою футболку, которую они должны были носить в течение трех дней и не снимать. После этого всю эту груду грязного белья собрали и отдали несчастным женщинам. И попросили их оценить, насколько приятен или неприятен им тот или иной запах. При этом и мужчины, и женщины были разделены на группы в зависимости от наличия у них специфического комплекса антигенов, который в том числе связан с работой иммунной системы. И таким образом компания определила пары на генетической основе, которые наиболее успешно сочетаются друг с другом. Вообще применение таких социальных систем, основанных не только на генетических данных, но и на медицинских данных, оно становится все более популярным. Вот недавно вышедшая на рынок социальная сеть Patients Like Me тоже заявила простую идею. Давайте объединим людей в группы, основываясь на тех заболеваниях, которые у них есть, и просто дадим им возможность друг с другом общаться. И вот мало того, что эта идея стала чрезвычайно популярной и социальная сеть очень быстро выросла, ее создание привело к некой смене парадигмы. В прошлом году были опубликованы результаты клинических испытаний, которые были проведены самоорганизовавшейся группой пользователей этой социальной сети. При этом эти клинические испытания закончились раньше, чем официальные на год. И вот это совершенно невероятная вещь. То есть вот то, что еще вчера казалось прерогативой исключительно гигантов фармоиндустрии, то, на что они тратили миллионы и миллиарды долларов для проведения дорогостоящих клинических испытаний, сегодня можно сделать просто группу людей, которая по собственному желанию решила самоорганизоваться и провести такие вот исследования. Помимо инструментов чтения и использования генетической информации, на самом деле у нас уже сегодня есть инструментарий, каким образом влиять на гены. И самым ярким примером в этой области являются эксперименты по продлению жизни. В основном они проводятся на модельных животных. И самая значимая работа в этой отрасли – это работа Роберта Риса, который продлил жизнь нематодия, это небольшой червяк, в 10 раз. Это невероятная цифра. Вот червяк, который в норме живет 2-3 недели, после отключения работы всего одного гена H1, стал жить практически полгода. Особенно невероятным это кажется, зная то, что гомолог, то есть похожий ген, есть и в человеческом организме, что в общем вселяет у нас оптимизм. На этом пути довольно ярких и оптимистичных событий, связанных с развитием генетики, не могло обойтись без проблем. И вот первым тревожным звонком стала история, произошедшая с Пэмолой Финк. Это американка, и она была уволена с работы после того, как прошла генетический тест. Этот тест выявил наличие у нее специфического гена BRCA2, который отвечает за повышенный риск развития рака груди. В ее случае этот риск составил около 80%. И вот по ее словам, после того, как она рассказала об этом своему работодателю, она была уволена из компании. И вот мы приходим к вопросу, а что если эта история повторится? Причем, если это произойдет не один или два раза, а что если десятки тысяч людей потеряют свою работу после того, как пройдут генетические исследования? Не приведет ли это нас к такой мрачной и антиутопической истории, рассказанной еще в фильме Гатака, снятом в 1997 году. И вот я напомню, сюжет фильма заключается в том, что жизнь человека полностью определяется тем генетическим кодом, который у него есть. То есть в самом раннем детстве человек сдает кровь для анализа, а после этого всю жизнь работает уборщиком. Ну, к примеру. И что самое страшное, ничего не может с этим сделать. Вот такая мрачная и жуткая перспектива испугала не только меня и многих людей, посмотревших фильм, но и администрацию Белого дома Соединенных Штатов Америки. Именно по этой причине, ну, в том числе по этой причине, в 2006 году в Америке был подписан акт о запрете дискриминации на основе генетических данных. И такая законодательная инициатива, это прекрасно, но не будет ли ее мало, если мы говорим о таком довольно значимом риске наступления столь негативного сценария, как тот, описанный в фильме Гаттека. К нашему счастью, есть еще ряд причин, почему этот сценарий не реализуем в принципе. Главная причина носит биологический характер. Она заключается в том, что не только последовательность букв в нашем геноме определяет наше здоровье, наши способности и наше поведение. Очень важным является режим работы генов, так называемый уровень экспрессии генов. И что самое главное, уровень экспрессии генов может меняться с течением времени. Более того, во многом он определяется множеством факторов внешней среды. Множеством факторов внешней среды. Это приводит к нас к простой мысли. Человек может меняться. Более того, человек может становиться лучше. благодаря этому вы зная зная это и благодаря этому факту мы на самом деле придем к полярно противоположному будущему и сценарию будущего до появятся новые виды социального взаимодействия но прежде всего люди будут людям будут проще находить себе подобных обладая такой мощный инструмент как результаты генетических тестов мы сможем ну вот так же просто как добавлять человека фейсбук мы сможем добавляться в группу людей которые любят путешествия или людей со схожими рисками болезней просто искать людей похожих на себя это будет сделать элементарно безусловно изменится процедура трудоустройства но в отличие от ситуации описанные фильмы гатака когда работодатель ограничивает человека заставляя его работать на определенной работе всю свою жизнь мы получим совсем другой инструмент мы получим инструмент с помощью которого мы сможем подсказывать человеку к чему он наиболее предрасположен поможем его найти его способности и вот совсем недавно опубликованное исследование показало что определенные варианции генов отвечают за успех торговли на бирже у уолл-стрит это один из примеров таких примеров будет все больше и больше и мы неизбежно придем к стому к тому чтобы стимулировать и развивать таланты самого человека здесь надо понимать здесь нет ничего такого что мы не могли бы сделать уже сегодня достаточно просто начать искать корреляции между моделями поведения человека между его способностями и результатами генетических анализов которых люди проходят все больше и больше и больше и единственное чего нам не хватает это правильной организации того огромного количества биологических данных которые сыплются буквально нам на голову это и результаты гене полногеномной расшифровки которых будет все больше и больше с удешевлением стоимости этой процедуры это и оцифрованные медицинские истории это результаты анализов эпигенома скриптома метаболома человека и весь этот комплекс знаний потребует в том числе создание новых компаний которые возьмут на себя функции хранения обработки интерпретация этих этой информации которые возьмут на себя поиск новых корреляций между различными типами данных и есть что самое важное у людей появится новая потребность которой раньше не было потребность делиться этой информацией друг с другом объединяться в группы обсуждать ее и что-то делать наверняка с вами узнаем имена и фамилии нескольких новых миллиардеров которые возьмут на себя решение этих задач и особенно приятно мне рассказать в этом моменте об одной из таких компаний компания primar life основная цель которой это создание социальной сети на результате основанной на результатах генетических тестов в том числе компания движется в сторону результатов полной расшифровки человеческого генома и почему приятно потому что я так получилось что я являюсь одним из основателей этих этой компании но очень важная мысль заключается в том что неважно будет ли это именно primar life или появится какая-то другая компания или это будет десяток разных фирм важно что это неизбежно произойдет произойдет как следствие появления новых потребностей у людей мы с вами в самом ближайшем будущем узнаем несколько новых терминов таких как персональная наука например персональная наука это подход к здоровью человека как научной задачи это подход при котором на решение конкретной проблемы у конкретного человека мы будем обрушивать всю мощь фундаментальной науки накопленной человечеством за всю историю ее существования в том числе используя платформы на основе элементов искусственного интеллекта таких как суперкомпьютер ватсон созданный IBM мы неизбежно придем от экспериментов по продлению жизни у моделей животных успехом в области продления жизни самого человека и особенно интересно здесь будет посмотреть на молекулярные события которые связаны с процессами старения нашего организма посмотреть изменения каких конкретных биомаркеров приводят к развитиям тех или иных возраст зависимых патологий основные вот если все это подытожить то основная мысль которую я хотел донести до вас следующее геном и биологическая информация в самом ближайшем будущем станут основой основной платформы для формирования жизненной стратегии человека это приведет к нас новому миру новому прекрасному миру миру где каждый человек это супер человек спасибо